Дорогой Тебе с небесным, мы приходим к Тебе во имя Сына Твое, Ишуа Мессии. Мы просим Тебя, Боже, чтобы открыл наш разум к восприятию Твоего Слова. Боже, мы те, у кого не хватает мудрости, и Ты обещал дать просто и без упреков, Боже. Спасибо Тебе, Господь, за Слово Твое, которое есть светильник в нашей ноге. И мы просим Тебя, Боже, чтобы это Слово, оно открывалось для нас, и мы не были просто слушательными, но были исполнительными Твоего Слова. Будь прославлен во всем, что мы будем делать или говорить на этом месте. Итак, что нас будет сегодня интересовать? Тема у нас будет называться «Водные погружения». Скажите, пожалуйста, сколько водных погружений Вы знаете? Микво. Спасибо. Яного погружения. Дальше. Погружение Иисуса Христа. Дальше. Окей. Три. Ну, с Миквен мы начинали. Все, да? Это хорошо. А это не, извините меня, не Микво, нет? Похоже на «Водное погружение». Похоже на «Водное погружение». Давайте мы про виды погружения. Итак, есть ритуальное водное омовение, присущее иудеям. Есть такое погружение? Окей. Есть погружение, как Вы сказали, Иоанна? Крестительное. Есть такое погружение? Ну, может, его называют по-разному. Я не совсем с Вами соглашусь, потому что результаты были различные. Вы уверены? Еще раз. Если цели были различные, то результаты одинаковые? Если результаты не одинаковые, то цели одинаковые? Окей. Я задам коварный вопрос. Расскажите мне, пожалуйста, крестился ли Иисус Иоанновым погружением? Нет. Да. Нет. И да или нет? Спасибо. Да. Да. Нет. Нет. То есть да. Ну, только не надо говорить, не знаю. Не сбивайте. Да или нет? Пусть будет. Вы же поняли, что уже где-то приблизительно аудитория 50 на 50. И осталась помощь звонок другу. Ну, понятно. Ну, понятно. Все, кто сказал да, так и нет. Послушайте, мои хорошие. Если бы я не предупредил вас. Я же вас предупреждал. Я задал коварный вопрос. Предупреждал? Нет. Так вы еще не внимательно слушаете. Я предупреждал. Итак, если бы я спросил вас, погружал ли Яханан Яшуа в воду? Ваш ответ был закономерен. Конечно, да. Ну, понятно, мы в тексте Писания читаем, что он его погружал. Да, конечно, да. Но я же не это спрашиваю. Я же спросил, погружал ли Яханан Яшуа в его погружение? Вы же недавно сказали да. А, вы не внимательно слушаете. Внимательно слушайте, особенно, когда я предупреждаю, что вопрос коварный. Потому что Яханан производил погружение, покаяние для прощения Иерехов. Другими словами, если вы утверждаете, что Яшуа погружался... Не? Не? Понятно, да? Понятно, да? Что погружение Яшуа некоторым странным образом отличалось по своей сути и смыслу от погружения... Яну. Ну, Яну. В Бритт-Хандыша мы будем читать... Написано, что... Ну, приблизительно так. Смотри, Кутузов не перепутай. Кому-то цветы, а кому-то мороженое. Ну, да. Ну, да. В Новом Завете написано, правда, говорит, смотри, ген-то не плотской нечистоты омытия, а обещания, говорит, выглядят одинаково. Ну, цветы и мороженое выглядели не одинаково, а тут выглядят как одинаково. Но, по сути, является не одним и тем же. Чувствуете разницу? В данном случае речь шла о микве и о погружении Нового Завета. Внешне выглядит одинаково, а суть одна и та же. И мы будем читать чуть позже, что, оказывается, тех ребят, которые погружались в военного погружения, просили потом, говорят, ну, очевидно, вам придется еще раз один погрузиться. Потому что смысл этого погружения коренным образом отличается от смысла того погружения. Сколько у нас погружений, кстати, получилось? Давайте еще раз вместе посчитаем. Миква у нас была? Загибайте пальцы. Раз. Погружение Еханана было? Было. Отлично. Погружение Ешуа было такое же, как у Еханана? Нет. Значит, у нас получается три. А извините меня, Твила Нового Завета. Сколько у нас получилось? Ну, еще один пальц. Все, теперь можно пальцы посчитать. Сколько? Четыре. Четыре, отлично. Вот, вот, четыре. Есть еще одно. Но это традиционное погружение, не описанное в Писании. Штука называется Твила. И она заканчивает обряд, который существует в иудаизме, при завершении чего? Гиора. Спасибо большое. А мы сейчас как раз только начинаем. Мы просто обозначили пять водных погружений. И сейчас начнем. Понимаете, Твила – это вообще погружение. В Израиле, когда говорят Твила, то может имеется в виду посуда вообще. Пелье постельное. То есть его погружают в воду. То есть русское слово «крещение», оно не совсем передает смысл этого слова. Ну, в греческом оригинале это баптизм, погружение. Поэтому, когда мы говорим Твила, мы имеем в виду водное погружение. Ну, так нормально. Я сказал Миква, Твила Синайского завета, погружение Еханана, погружение Ешо и Твила Нового завета. Там, получается, просто две Твилы. Одна Твила Синайского завета, которая не описана в Писании, является традиционной. А одна Твила Нового завета, которую мы, в общем-то, преподаем. Все понятно? Ну, все достаточно просто. Итак, сейчас мы познакомимся с некоторыми вещами, которые не совсем понятны. Ну, как правило, Миква – это, может быть, место, где собирается вода. Или бассейн с проточной водой. Есть определенные требования к этому бассейну. Какой величины оно должно быть, как там должно все протекать. Сейчас нас это не будет сильно интересовать. Но здесь, когда мы говорим о Микве, мы сталкиваемся с понятиями Тахор или Ло-Тахор. Понятно? И здесь, в общем-то, как говорил Маймонид, мы сталкиваемся с некоторыми уставами, хуким, которые понять нельзя. То есть, устав есть, устав есть. А смысл его непонятен. Это понятно? Ну, что-то есть. А что это? Ну, понятно, что надо делать. Но зачем и как оно работает, непонятно. Давайте откроем книгу чисел, или книгу Бамидбар, 19 главу, и будем читать с 1 по 10 стих. Числа 19 глава, с 1 по 10. И сказал Господь Маше и Аарону, говоря, вот уставы закона, которые заповедовал Господь, говоря, скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка, и на которой не было ерма. Отдайте ее Елизару, священнику, и выведет ее вон из стана, и заколит ее перед ним, и пусть возьмет Елизар священник перстом своим кровью, и кровью покрупит к передней стороне скини собраний 7 раз. Почему 7 раз? И сожгут телицу при его глазах, кожу ее, и мясо ее, и кровью, с нечистотой ее, пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедровое дерево, и сопа, и нить. И нить из червленой шерсти, и бросит на сжигаемую телицу, и пусть возьмет священник одежды свои, и омоет тело своей водой, потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. Ну что, простите, произошло со священником? Стал он нечистым? Простите, а до этого он каким был? Чистым. А он что, что-то плохое делал? Скотинка была чистой? Он же ее в жертву принес? Ну каким должен быть он после того, как он привез в жертву скотинку чистую? По идее, чистым. Ну по идее, каким он должен быть? По идее, чистым, да. А написано, что будет каким? Что-то понимаете? Я тоже. Извините. Я просто. Сжигавший ее пусть вымоет одежды своей водой, и омоет тело своей водой, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый, пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте. То есть чистый должен был собирать пепел и ложить его на каком месте? И будет он храниться для общества сыновых израильных, для воды очистительной. Это жертва за грех. Собиравший пепел телицы, пусть вымоет одежды свои, и нечист будет. Я не понял, пепел для чего служил? Да, а для очистительной воды, то есть для очищения, и все нормально. Священник, который сжигал, был чистым? Скотинка чистая? Да. А потом второй мужик приходит чистый. Прикасается к тому, что служит для очищения, и становится, простите, каким? А это можно понять. Сложно? Ну, если вам сложно, то, очевидно, вы поняли. До этого никому не удавалось. Это хотим. То есть выполнить можно, понять нельзя. И будет она храняться для общества сыновых израильных, для воды очистительной. Это жертва за грех. И собравший пепел телицы, пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сыновых израильных, для пришельцев, живущих у них. Да будет уставом вечным. Мы встречаемся с вещами вполне непонятными. То есть, ну, как то, что служит для очищения, может приносить нечистоту? Кто-то может понять? Ну, пепел на рыжей телице, он служил для очищения. А священник, прикасавшийся к нему, становился каким? Кто-то может объяснить? Я же предупреждал вас, что понятие чистоты, ну, нельзя воспринимать в отрыве от Бога. Ну, вообще нельзя. То есть, когда мы говорим о чистоте, то мы понимаем, что мы прикасаемся к чему-то божественному. И Ханан Бан Закай говорил, что, в общем-то, прикосновение к мертвым не скверняет. И пепел рыжей телицы, он не очищает. Точнее, очевидно, мы не можем понять этого. Ну, он нам сказал так делать. И мы должны это делать. То есть, мы не можем понять, как, ну, если вы пройдетесь по могиле, вы становитесь нечистыми. Ну, вы причем как-то... А как вода с пеплом рыжей телицей может очистить то, что вы стали, собственно говоря, или прикоснулись к мертвым? Как это сочетается вообще? Кто-то может объяснить? Понятно, да? Ну, вот такие усавы у нас, понимаете. Да? Да? И потом они приобретали... Мне трудно вам сказать. Если я вам дам воду, а вы туда положите пепел, я не уверен, что вода приобретет какую-то силу. Ну, вот, меня терзают смутные сомнения по этому поводу. Даже если... Что? Сила только в Боге. И еще, знаете, в чем есть сила? В том, что вы слушаете то, что он сказал. Он сказал так делать. И, в общем-то, ну, евреям нужно было так делать. При этом, поверьте мне, не понимали, не понимают и навряд ли поймут. Ну, то есть, ну, как... Он так сказал. Ну, как это можно объяснить? Я понимаю, что если это нечисто, я прикоснусь и остановлюсь нечистым. Здесь все нормально. Вот с этим все хорошо. Ну, как то, что служит для очищения, приносило нечистоту священнику, я не могу понять. Ну, кто-то может мне объяснить? Мы не можем объяснить, но это что-то бесполезно. Вы можете объяснить? Ну, так вот догадки. А, догадки. То есть, догадки я не спрашиваю. Объяснить можете? Нет. Все, на этом мы закончим. Я же говорю, до вас никому еще не удавалось. Я не думаю, что вы будете первым. Послушайте, вы можете стремиться, можете не стремиться. Это вводит нас в некую полемику ни о чем, на самом деле. Но ваше замечание о том, что вы не стремитесь. Есть вещи, которые вы не можете объяснить априори. Ну, даже теоретически. Когда Иешуа говорит, я в отце и отец во мне, вы не можете этого объяснить. По одной простой причине. Потому что вы можете объяснить, как меньшее находится в большем. Можете объяснить? Как меньшее находится в большем. Можете объяснить? Хорошо, понял. Да, вот как меньшее, как меньшее, меньшее будет находиться в большем. Можете объяснить? Нормально, да. Теперь наоборот. Не, он сказал. Я в отце, а отец не поместится. Если это находится в этом, то уже явно вот это не вместит вот этого. Это понятно? Вы можете объяснить? Ну, вот есть такие вещи, которые мы не можем не объяснить. И заодно не можем понять. Ну, еще учтите, что отец не имеет границ. Ну, то есть он вездесущий. И бесконечный. И после этого он поместился в сыне. Вопросов много, да? А ответов? Как, зачем ответы? Вот я лично устроен так, что я хотел бы иметь на свои вопросы ответы. Ну, это я. Тут без претензий. Может, вам не надо? А я странно читаю Писание, я хочу понимать что-то. Я задаю вопросы, пытаюсь найти на них ответы. И поэтому я, в общем-то, иногда читал и понять не мог. Поэтому, в общем-то, придется смириться с некоторой частью неизвестности. Понятно, да? И придется довольствоваться тем, что мы этого не понимаем, но должны быть послушными. Итак, понятие чистоты очень странное понятие. Понятно, что мы разбирали с вами часть, когда, в общем-то, чистые животные, с точки зрения закона, не являются чистой пищей. Это понятно? Не надо вот так вот смотреть. Я не понимаю, понятно или нет. Понятно или нет? Ну, послушайте, друзья. Все поняли это утверждение, что чистые животные не являются чистой пищей? Да, нормально, да? Хорошо. Поэтому, в общем-то, понятие чистоты пришлось со временем заменить на понятие кашрут. Почему? Источником чистоты и святости в Израиле был жертвенник. И все, что прикасается к жертвеннику. В соответствии с исчезновением жертвенники, исчез этот источник. И поэтому не к чему было прикасаться. И как только это все исчезло, с точки зрения Синайского закона, что-либо чистое перестало существовать. Еще раз. Я же так и подумал. Еще раз, только медленно. С точки зрения Синайского закона, что-либо чистое перестало существовать. Потому что нет источника чистоты. Все понятно? Хотелось бы узнать у вас. Так, чисто по-человечески. А вы чисты? Ого! Какое смелое замечание. С точки зрения Синайского завета? Еще раз. Я хочу понять. С точки зрения Синайского завета вы чисты или нет? Нет. А? Я не спросил вас, кто вы и для кого. Я спросил, с точки зрения Синайского завета вы чисты или нет? Нет. Окей. Это уже какая разница? Можно сказать «да», можно сказать «нет». Быстрее. Нет? Окей. На основании чего? Спасибо. Окей. На основании чего? Еще раз. Нет. Завет – это завет. Учение – это учение. Синайского. Я постараюсь вам ответить. Я постараюсь вам ответить. Окей. Нет, не проблема. Не проблема. Сколько заветов Израиль заключил? Нет. Нет. Синайский. Синайский. Он же на горе Хариф. Окей. Извините меня. А это другой завет? Отлично от этого. И все вот это. Вот это. Даже писать не буду. Понятно. Ну, просто вам надо взять курс, который мы учили перед этим, курс заветов. И я спрашиваю с точки зрения завета, Синайя подразумевая, что это та часть, которая была дана на Синайе, на Моаве и в Шхеме, которая заключена в пятикнижье Маше, и мы можем легко ее почитать. Окей. С точки зрения Синайского завета… Ну! Так, я не возражаю. Вы мне скажите «да» или «нет». Я не против «да» или «нет». С точки зрения вот этого завета, я вам скажу простую вещь. Если люди на закрытый вопрос, который требует ответа «да» или «нет», дают открытый ответ, вот как вы говорите, «долго говорить», то на самом деле ответ «нет». Они просто не хотят сказать «нет». Им проще долго говорить, но «да», они тоже не могут сказать, но и «нет», язык не поворачивается, поэтому долго говорят. Очень коротко «да» или «нет». «нет». Спасибо вам. Этого достаточно, опять. Хорошо. Плохо, но хорошо. Итак, я спросил с точки зрения Синайского завета, чисты вы или нет. Я правильно задал вопрос? Радую вас всех, вот всех здесь присутствующих, с точки зрения Синайского завета, вы чисты. Ну, простите меня. Так там написано. Что, что, что? И дальше? Еще немножко. И дальше еще немножко. Ну, дальше, 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 ну. И что из-за этого? На основании чего? Вот все хорошо, только вы выпускаете некоторый момент ключевой. Вот что-то помню, но не до конца. Я знаю, что правильный ответ Иисус. Это я хорошо знаю. Но заметьте, вы выпускаете весьма существенную деталь. Я не понимаю, почему, к примеру. Это все хорошо. Так вы не поняли про жертвенник ничего. Очевидно. Его тело было принесено. На жертвенник. Жертвенник. Вы все сказали, кроме слова жертвенник. Еще раз. Вы все сказали, кроме слова жертвенник. Извините меня. Я начинал с какого слова? Которое находилось, чистота, был источник, источник чистоты. Как назывался? Жертвенник. Вот в вашем всем рассказе жертвенник присутствовал. Я просто об этом. Вы можете предразумевать все, что вы хотите. Но если вы это не сказали, я не могу знать о том, что вы подразумеваете. Пожалуйста, ну, я же говорил, чего-то не хватает. Важной части. Какой-то. Жертвенник. Жертвенник являлся источником. И его жертва была принесена на жертвенник, который находился где? Я не знаю, какую книжку вы читаете. Мама моя дорогая. Я не знаю, какую книжку вы читаете. Уже молчите. Лучше молчите. Послушайте, Моисей, когда поднялся на гору, ему сказали. Видишь образец? Сделай на земле по образцу, который показан тебе где? На небе. Ребята, там на небе, оказывается, есть некий образец. И скиния на земле, она отражала то, что ему показали где? На небе. Ну, так-то написано. Ну, что ж тут непонятно. Так-то написано? Да. Еще умер на Голговском кресте. Ее, правильно. Ну, жертву куда он принес? Да. Да. Вы знаете, у жертвы была отдельная особенность. Вот пока она была не принесена, она должна была быть чистой. И ничему нечистому не прикасаться. После того, как жертва принесена была, прикосновение к ней приносило очищение. Окей? Здесь понятно, да? Когда Иешуа воскрес, что он сказал? И интересно, почему? Ага. А после того, как он в первый день, вечером, когда они собрались, и двери дома были закрыты, а то последние иудеи, что он сказал? Ну, да, разрешил прикасаться. Да, потом уже был. Ну, почитайте вместе в Писании в первый день, недели, вечером. Это когда? Утром воскрес, а вечером это через неделю. Все, хорошо, спасибо. Итак, это понятно? Послушайте, если мы не понимаем модели храмового служения, на самом деле достаточно тяжело разобраться с тем, что произошло на Голосом Кресте. Не, ну, как бы можно отвечать всегда, имея универсальный ответ, который называется Иисус. Просто есть традиция, что якобы ковчег был спрятан уже в недрах этого храма, и кровь его пока не достигла, и никакого ковчега, вот он там... Как он там спрятан, если он стоял в храме, у него нет в этом храме, ковчега уже давно нет в храме. Вы поговорили между собой? Вам еще дать возможность помчать? А это каким боком к тому, о чем мы говорим? Чтобы кровь попала на жертвенника, возникла на землю. А ковчег и жертвенник – это одно и то же слово? А это одно и то же? Кто предположил, что ковчег и жертвенник – это одно? В какой момент времени? Это два разных слова. Иногда разные слова обозначают одно и то же, но в данном случае эти два разных слова обозначают разные вещи. Ну и... А еще его кровь на Адама черепа попала? Видать, вы не были в Иерусалиме? Не было. Я понял. Когда вы будете, зайдете на Голуху, а внизу там маленькая такая пещерка, и там видно, что скала треснула, и там вот по преданию могила Адама еще заодно. Ну и говорят, что вот по этой трещине, которая, кровь как раз оттуда спускалась вот как раз туда. А по вашей идее там еще где-то между этими двумя, еще ковчег стоял. Я понял. Хорошо. Все понятно, да? Нас интересует абсолютно другая картина, описанная нам в Писании. И в Писании мы видим о том, что когда Маше поднялся на гору, ему там что-то показано. И когда ему там что-то показали, они сказали, Всевышний сказал, построй по этому образцу скинию на земле. То есть есть образец небесной скини, по этому образцу была поставлена скиния на земле. Это понятно? И там очевидно, ну судя по тому, что мы видим образец на земле, да? Там был жертвенник? Почему? Сколь превосходнее жертва, столь превосходнее и очищение, и освящение. И если, ну, на небе, то это совершенный жертвенник и совершенное, и вы прикасаетесь к совершенной жертве, и, соответственно, имейте совершенное очищение. И поскольку вы имеете совершенное очищение с точки зрения Синайского закона, потому что вы прикоснулись к мясу жертвы за грех, то мясо жертвы за грех приносит что у нас? Ну, с точки зрения какого? А, я уже одну Библию забрал. Чтоб потом не было. У меня там куча Библии, а у вас нет. Учитель собрал со всего класса Библии и сложил себе на кафедру. Ну да. И так, открываем книгу Львиц. Чего написано? Это нас не касается. Нас интересует все, что прикоснется к мясу ее, осветится. Но речь идет, если вы почитаете выше, о жертве за грех. Шестая, если я не ошибаюсь, 27 стих. Книги Левит. Итак, 6.27. Книги Левит. Говорит о том, что все, что прикоснется к мясу ее, оно осветится. Если вы прикасаетесь к телу Ешо, то вы получаете... Что? Освящение. И значит, с точки зрения Синайского закона, вы освящены и очищены. С чем я вас и поздравляю. С этой счастливой мыслью мы можем отправляться на перерыв. Итак, попробуем продолжить. Мы затронули некую тему, на которой я, честно говоря, не собирался долго задерживаться. Вам, как студентам, я бы рекомендовал прослушать курс, который касался жертв. Там, ну, более подробно мы затрагивали принципы очищения, освящения, чистоты и святости. И когда мы говорим о водных погружениях, то частью ритуального водного погружения было получение или достижение чистоты. В связи с этим мы затронули эти моменты. И, ну, к сожалению, непонимание принципов Синайского завета, жертвоприношений в Синайском завете не дают нам в полноте понять то, что произошло в Новом завете. Опять, могу сказать, никоим образом на спасение не влияет. В большей части оно, ну, приносит более глубокое осмысление того, что произошло. Вы даже не почувствовали, ну, коварство в вопросе относительно Синайского завета. Почему? Потому что, когда вы будете смотреть на причастие, то вы можете увидеть следующую часть. Когда Ишуа говорит о теле, он не говорит о Новом завете. Но, когда он говорит о крови, он говорит, это кровь из Нового завета. Поэтому я и говорил, в общем-то, о той части, которая приносила очищение с точки зрения Синайского завета. Потому что, когда говорится о крови, то уже не говорится о Синайском завете. Понятно, да? Когда говорится о крови, там кропился жертвенник. Но кропились ли люди кровью? Принимали ли люди в кровь? Нет. Ну, нет. И то, что Ишуа делает, это было невероятно и непонятно для тех людей, которые там были. И когда он первый раз об этом сказал, многие люди сказали, ну, кто это может слушать? Так вот это странные вещи он какие-то говорит. Да, и оставили его? И он спросил учеников, слушайте, ребята, а может быть и вы? Он говорит, ну, куда нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни. Ну, как бы мы понимаем, что ты что-то имеешь, и мы хотим это иметь. Ну, честно говоря, они не понимали того, чего он говорил. И тема заслуживает более детального, глубокого изучения. Пока мы говорим только в разрезе чистоты. Понятно, да? Что нас интересовало? В общем-то, что понятие чистоты и святости нераздельно связано с Всевышним, с жертвой, с жертвенником. И вот это нужно, ну, как бы потратить немного времени и не разобраться с этим. Аминь? Ну, вы же поняли, что вы сказали только, что вы это сделаете, да? Ну, хорошо. Если вы так поняли, то я рад. Если вы это сделаете, я буду рад еще больше. Что? Не, я не буду проверять. Зачем? Вы взрослый людь. Вы имеете ответственность, в общем-то, перед Творцом. За то, что вы говорите, что вы делаете. Точно не передо мной. Итак, чистота – нечто непонятное. Нечто непонятное. В связи с этим, я бы открыл Матвея 15 главу. Я бы открыл Матвея 15 главу. Там, в общем-то, тоже идет речь о чистоте. И когда он говорил, в общем-то, не все это поняли. Да? И призвал народ, 15-й, 10-й стих. И призвал народ, сказал им, слушайте и… Разумеете. Сейчас скажу, ничего понятно не будет. Предупредил? Не то, что входит в уста, скверняет человека, но и то, что выходит из уст, скверняет человека. Все понятно? Ну, вы, очевидно, умнее апостолов. Потому что апостолы ничего не поняли. Ну, так тут написано, что они ничего не поняли. Ну, потому что… Тогда ученики его приступили и сказали, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово «сие», соблазнились. Ну, они говорят, вообще, ты понимаешь, что они вообще ничего не поняли и соблазнились? Ну, если тебя, конечно, это интересует, потому что, ну, мы просто хотели тебе рассказать. Может, ты не в курсе, что они соблазнились и ушли. Он сказал им в ответ, «Всякие растения, которые не Отец мой Небесный насадил, искоренятся. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. И если слепой ведет слепого, то оба упадут». Куда? Ну, тогда Петр решил сказать правду. Петр отвечал и сказал, «Изъясни нам притчу сию». Он говорит, «Мы, кстати говоря, тоже не очень поняли. Мы, конечно, не соблазнились. Понятное дело, мы же никуда не ушли. Но неплохо было бы, чтобы ты нам тоже объяснил эту притчу». Ну, нормально? И тогда Иисус говорит, «Вообще, кто вам сказал, что я про притчу?» Говорит, «Неужели вы не знаете и не понимаете?» Что все, что входит в уста, проходит через чрево и, извините, извергается вон. Ну, обычно вы кушаете, а потом какаете. Ну, простите. Так проходит? Так проходит? Что, что? Я даже повторять не буду этого. «А исходящее из уст, из сердца, из хурии, сие скверняет человека. Ибо из сердца вы исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния. Любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление – это скверняет человека. А есть неумытыми руками – не скверняет человека. Я не буду сейчас зацикливаться на теме омовения рук и разбирать ее. Достаточно того, что Ешуа им говорит. Послушайте, ребята, было бы неплохо, если бы вы поняли принцип, что с вашим сердцем. Потому что то, что происходит с вашими устами, говорит о состоянии вашего сердца. И если с сердцем проблемы, то, поверьте, с чистотой будут тоже. При этом вы можете есть очень чистую пищу. Очень чистую, правильно приготовленную. Не поможет. Потому что вопрос не в пище, а вопрос в состоянии сердца. И говорит, вот это по-настоящему оскверняет. А то, что вы идите неумытыми руками, в этом особой проблемы нет. Вы тогда не поняли вообще, о чем идет речь. И если вы сосредоточены на этом, то вы не поняли, о чем идет речь в принципе. Когда мы смотрим в Синайский Завет, то мы видим некую часть. А именно, Синайский Завет открывает нам определенный путь, проложенный Творцом. Для человека. Для того, чтобы пройти этот путь, мы помним вчерашнюю тему. Тшуа – это у нас путь. Чтобы приблизиться к Творцу, надо проследовать определенным путем. И понятно, что тшуа будет частью этого пути. Есть первая ступень, которая называлась ритуальная чистота. Вы не могли приближаться к Богу, если вы были ритуально нечисты. Это понятно? Тут никаких сложностей нет. За этим шла следующая часть. Нравственная чистота. Когда мы говорим о нравственной чистоте, здесь, ну, понятно, существуют определенные жертвы. Причем жертв было достаточно много. И они служили для разных целей. Но все жертвы приводили к одному и тому же. Они были даны человеку на пути приближения к Творцу. Конечная цель была достигнута присутствия Божьей. Да? Но каждая жертва касалась определенных частей души человека. На сегодняшний день мы имеем совершенную жертву, которая вобрала в себя все жертвы Синайского завета. И Ишуа стал и жертвой за грех, и жертвой повинности, и жертвой хлебной, и жертвой Аллах, и козлом отпущения. Он вобрал в себя все жертвы. Понятно, да? Став при этом совершенной жертвой. Понятно, да? И теперь, прибегая к Ишуа, к его совершенной жертве, мы получаем все, что нам необходимо. Но при этом мы можем, честно говоря, обделять несколько нашу душу. Объясню почему. Потому что иногда мы нуждаемся в жертве мирной. Иногда мы нуждаемся в жертве повинности. Иногда мы нуждаемся в жертве и милостивлении. Понятно, что я говорю? Но наша душа нуждается в различных аспектах совершенной жертве. Но не понимая всех этих аспектов, мы получаем искупление. Это на спасение не влияет. Но наша душа, она страдает. Ну, в определенной мере. Не критично. На спасение, помним, не влияет. Но лучше этот процесс понимать. Понятно, да? Окей. Поэтому я бы рекомендовал вам разобраться несколько больше с такой непонятной книгой. Непонятная книга. Это книга Левит. Читали книгу Левит? Нравится? Нравится? Нет, не нравится. А зря. Слишком сложно? Шо-шо-шо-шо? Шо-шо-шо? Аккуратно. Аккуратно. Много информации. Откройте первую главу, первый стих. Прочитайте и подумайте, что там написано. И возвал, да? Господь к Маше. И сказал ему, из скини собрание. Что там вообще написано? Вы знаете, что такое скини собрание? Вы представляете себе скини собрание? Шатер. Палатка. Палатка, да. Палатка. Ну, кстати, достаточно небольшая. Вы так легко соглашаетесь. Вы видели ее? Где? Вы видели? Ну, так вот подойдите. В натуральную величину. Нет, значит, ну, послушайте. Неплохо было бы, ну, представить, для того, чтобы, ну, понять, как эта штука выглядит. Вот встать рядом с ним в натуральную величину, тогда будет понятно. Штука не сильно впечатляющая, поверьте мне. Я стоял. Даже в нее заходил. Не очень большая. Палатка. И там написано, что кто-то, извините меня, позвал из этой палатки. Кто это был? Я что-то читаю и не всегда понимаю. Это тот, кого небеса, небес не вмещают? Он откуда поместился? Что происходит? Нет. Это он уничижил себя. Он поместил себя в маленькое обиталище для того, чтобы говорить из него к человеку. Представляете себе, что происходит? Тот, кого не вмещают, небеса небес, решил говорить с человеком из маленькой палатки. Для чего? Он снизошел к человеку. Это удивительно. Для меня это потрясающее событие, когда Бог начинает говорить с творением. Знаете, я часто слышу людей, которые говорят, мне Бог сказал, мне Бог показал, мне Бог явил. Мне нравится, когда Писание говорит, что такое человек, что ты помнишь его и называешь по имени. Уже то, что он помнит меня по имени, это уже невероятно. Потому что кто? Я, что он помнит меня по имени. И здесь он помещается в маленькую палатку, уже бы начали говорить. И что он говорит? Объяви сынам Израилу и скажи им, когда кто из вас... Что, простите? Что там написано? Хочет принести? А то есть есть те, которые не хотят? Вау! Он обращается к человеку, говорит, послушай, если ты хочешь... Ну, кстати, не все жертвы находятся в разряде, если ты хочешь, если обязательно. Но эта жертва, она... Не входила в разряде обязательных жертв? Если ты хочешь, ты можешь ее приносить. А если не хочешь, ты можешь не приносить. Там нигде этого не написано, то, что вы сказали. Вы знаете, я не думаю, что Бог наказал немудрых сердцем, которые не жертвовали на скинье. Или вы думаете, что он их покарал? Уже наказание, что у них в сердце не было желание. Я прошу, прощения, я еще раз... Я еще раз спрошу, так как я спросил. И давайте не будем этим заниматься. У нас с вами задача сводится к простому. Высказать все, что вы думаете, или научиться чему-то. Тогда давайте будем учиться и слушать внимательно, что же вас спрашивают. Наказал ли Бог их? Послушайте, взгляд, который вы имеете, в общем-то, по большому счету, языческий. Взгляд на Бога через призму наказания это язычество. Махровое, хорошее язычество. Когда я слышу, что Бог говорит, если кто хочет, может принести, а в ответ, а если не хочешь, воду отключим или газ, то это совсем другая тема, это язычество. Это взгляд на Бога, как на такого, который сказал, так, ах ты не хочешь, я тебе сейчас расскажу, что тебе за это будет. Даже в форме шутки недопустимо по отношению к Творцу. Он не такого. Солнце встает над добрыми, извините меня, и над злыми. Он благословляет как добрых, так и злых, тех, которые приходят к Нему, тех, которые отвергают Него, тех, которые не хотят знать, что Он их не благословляет и не отключает ничего. Какое-то неправильное. Я вам скажу еще больше, Он их любит. Ну ладно, так, чтобы было совсем понятно, но Он вас тоже любит. Вас, да. И причем Он вас любил, когда вы были Богом-противником. Так по вашей схеме Он вас должен ненавидеть, вы же Его не любите. У вас было время в вашей жизни, когда вы Его любили? И вы Его искали? С пеленок. Еще ничего не понимали, уже искали, да? Но это брехня. Послушайте, Он любит человека не потому, что человек хороший. Он любит человека не потому, что человек принес ему жертву. Он любит человека не потому, что он его угодил, а потому, что он его любит. Ну, я не знаю, ну, вот так как-то. Ну, его любовь действительно безусловна. И не надо говорить таких вещей. Ну, просто не надо. Зачем? Ну, это хорошая черта. Потому что Бог, Он человеколюбив и многомилостив. И Он не принимает вас, потому что вы принесли жертву. И не наказывает вас, потому что вы ее не принесли. Ну, не так все. И поэтому люди, если хотели, приносили жертву. Если не хотели, то не приносили. И Бог их не заказывал за то, что они не принесли. Ну, если это были добровольные жертвы. Это важные вещи. Послушайте, это супер важные вещи, которые лежат в фундаменте наших взаимоотношений с Богом. Понимание Его любви. Понимание Его безусловной любви, которая распространяется на вас, когда вы даже грешите. Он все равно любит. Или что? Или перестает? Анания Сапфира. Анания Сапфира. из другой оперы по одной простой причине. По одной простой причине. Когда вы почитаете Писание, то вы увидите достаточно простую вещь. Чем явнее было присутствие Творца, тем быстрее и жестче было наказание при Его пренебрежении. Это понятно? Что-то достаточно просто. Если Бог явно являл свою славу и люди ей пренебрежали, они достаточно быстро умирали. Но это никакого отношения не имеет к тому, о чем вы говорите. Вы можете показать мне в Писании пример, когда человек не принес жертву и Бог за это его убил. Ну, это же вы мне пытались сказать в виде шутки. Понятно, о чем мы говорим? Не шутите. В эту сторону даже не шутите. Я прошу прощения, а какое имеет это отношение к тому, что вы только что сказали, к тому, что вы сказали до этого? я прошу прощения. Вы сказали в прошлый раз, если не принесешь жертву, то отключим газ. Другими словами, накажем. А при чем здесь Бог не испытывает? Вы сказали следующую вещь, что его любовь, принятие, зависит от вашей жертвы. Если вы принесете жертву, то вас примут. Если не принесете, то вас накажут. Вы же это сказали? Да. Ну, уже, я так понял, покаялись или еще нет? А если вы за это покаялись, то к чему дальнейшее препарательство? Не к чему. Спасибо. Давайте остановимся. К сожалению, достаточно частая распространенная идея среди христиан. К сожалению. Взгляд на Бога через призму наказания. Неправильное. Ну, просто неправильное. Здесь написано, если кто хочет, то может это сделать. А если кто не хочет, может этого не делать. И там не написано. Послушайте, где написано за наказание, так там написано за наказание. Поверьте, написано ясно, понятно, доходчиво, как будут наказаны, когда будут наказаны и за что будут наказаны. А здесь написано? Ну, смелее. Нет? Хорошо, отлично. Я вас хочу спросить еще об одной вещи. 28 глава о второзаконии. Знаете, меня интересуют сразу две. Просто handle shoulders. Условия вступления, благословения и проклятия одинаковые или различные? Хорошо. Вы дали ответ, а теперь решили услышать вопрос? Хорошо, спасибо. Еще раз. Равнозначны ли условия вступления благословения или проклятия? Не равнозначны. Проклятие больше, чем благословение. Тут согласен. Я не спросил количество. Я спросил. Ну, что, что, я сейчас объясню, поверьте. Окей. Я понимаю, если равнозначно, то это достаточно просто. Если будешь делать это, то я тебя благословлю. Если делать этого не будешь, ну, дальше длинный список. То есть, тогда я понимаю, что, ну, как бы это равнозначно. Делаешь, вот тебе хорошо, а не делаешь, вот, собственно говоря, получишь. Поэтому я спросил. Ну, равнозначно или нет? Равнозначно, да? Все так думают? Нет? А вы думаете, что разные, да? В чем разница? Как я сказал, будешь делать хорошо, не будешь делать, будешь плохо. Тогда равнозначно. Так, равнозначно или нет? Мы о чем говорим сейчас? Я же объяснил, что значит равнозначно. Делаешь, получаешь благословение, не делаешь этого, получаешь проклятие. одно и то же. Да? Все так думают? А вы не пытались читать, что там написано? И что? Ну, давайте вместе прочитаем. Я попросил вместе прочитать. Окей. Если ты будешь слушать голоса Господа, Бога твоего, тщательно исполнять, первое, что надо сделать? Пишем, слушать, слушать. Второе, что надо делать? Тщательно исполнять. Записали первое условие? 28, первый стих. Если ты будешь слушать голоса Господа Бога твоего и тщательно исполнять все заповеди, первое условие какое? Слушать. Второе условие какое? Отлично. Я переверну страничку. если не будешь слушать. Это как раз то, что вы говорили, да? Ну, будешь слушать, будет хорошо, а не будешь слушать, будет плохо. И не будешь стараться исполнять. Я прошу прощения, что? Что? Стараться. Наказание наступает, если ты не исполняешь? Нет, еще раз. Внимательно. Наказание наступает, если ты не исполняешь? Это мы прочитали. Первое. Если ты будешь слушать и не будешь слушать. Второе. исполнять тщательно все, а во втором случае? Это одно и то же? Так вы же говорили одно и то же. Что значит противоположное? В первом случае говорится, если ты не будешь исполнять, как вы себе представляли, а тут написано, а тут написано, что, ребята, ну, по крайней мере, вы хоть старайтесь. проблемы начнутся, если вы не будете стараться. Так проблемы начнутся, если вы не будете исполнять, или проблемы начнутся, если вы не будете стараться? еще раз вы не слушаете еще раз в первом случае благословение наступало если вы слушаете и тщательно исполняете если бы равнозначно было то вы не слушаете и не исполняете но здесь написано что если вы не слушаете и не стараетесь сделать этого Всевышний догадывался о том что вы извините меня не исполните ну да ну по крайней мере стараться же вы можете ну проблема будет если вы не будете стараться так что одинаковый подход представление о воин ты представляешь он многомилостивый и долготерпеливый и он не наказывает если вы ошиблись он наказывает если вы не собираетесь исполнять вообще в принципе наплюете на это не прикладываете никаких стараний пренебрегаете им да тогда да а если вы стараетесь но у вас не получаетесь тогда нет вы не попадаете под проклятие это не для вас несмотря на то что вы извините меня не сделали чувствуете разницу не смотрите на Бога через призму наказания прошу вас не надо вы неправильно его тогда понимаете он не изменился с нового завета он такой же был и в том завете это один и тот же творец любящий свое творение милующий свое творение чего он стал страшным ужасным который просто ждет когда же вас проклясть проклясть и наказать при том что вы не сделали да это мы уже это наше представление понятно к сожалению мы не продвигаемся так быстро как хотелось бы итак первая ступень ритуальная чистота вторая ступень нравственная чистота нравственная чистота имела своей целью привести человека к творцу все это был путь имело ли смысл соблюдать ритуальную чистоту если вы не шли к жертвеннику не собирались поклоняться к Богу нет имело ли смысл приносить жертвы если вы не собирались поклоняться Богу то есть достижение вот этих вещей ради самих их это пустая трата времени конечная цель прийти к творцу поклониться творцу если вы соблюдаете ритуальную чистоту для того чтобы соблюдать ритуальную чистоту это глупость это глупость это вы себе создали проблемы которые вы решаете ради того чтобы их решить но конечный итог для чего вы это делаете никакой понятно что я говорю вы можете соблюдать кашрут вы можете это делать нет никаких проблем извините меня за вопрос а что это вам даст кому а что вы себе сделали лучшему кашрут здоровый образ воспитания да да типа того да а вы не видели полных евреев которые страдают вообще от того что не едят а то есть кашруду надо добавить еще какие-то вещи а если я буду нормально хорошо а если я буду нормально питаться но при этом пища будет не кошерная хорошо хорошо и слава богу да а если все спасибо большое тогда зачем кашрут я прошу прощения а он мог что-то дать подменом понятия кашрут просто он существует ради кашута если это понятно то о чем мы говорим если это все так понятно то о чем мы здесь вообще говорим если он существует ради него же самого писание говорит о понятии чистоты ахо но он и не говорит о понятии кашута и понятие чистоты это была ступень на пути приближения к богу я правильно понимаю а соблюдение этого ради соблюдения этого имеет какой-то смысл пища к богу приближает тогда зачем это дело делание ради делания оно не имеет никакого смысла то есть вы можете налагать на себя определенные ограничения но смысла не имеет кто вам сказал что от этого полезно сейчас жить вот мне просто интересно а вы не пробовали открывать писание откройте пожалуйста девятую голову книги бытия скажите мне пожалуйста благословение это то что полезно для человека благословение это то что полезно для человека благословение это то что полезно для человека да хорошо отлично девятую голову открывайте читайте с первого стиха это благословение это благословение а дальше это благословение это благословение отлично читаем дальше все движущая что живет будет вам пищу как верен травм даю вам все это благословение это благословение а это я понял все отлично все вот это благословение вы мне ответьте пожалуйста это благословение или нет вот ну тяжело я понял вот сначала было пока не понимал куда он клонит легко было соглашаться я же вас спрашивал второй стих является благословением для человека для сыновной да отлично является благословением а третий то есть все что движется можно кушать и это является чем спасибо так все полезно или только кушерное все полезно или только кушерное все непозволительно но не все полезно я спросил спасибо дальше очень будет легко вы не знаете иудейской точки зрения окей так вот с иудейской точки зрения когда придет мессия все животные станут чистыми другими словами полезными это является частью благословения поэтому идея хороша что творец так заботится о нашем рационе что он создает нам специальное меню чтобы вы какую гадость не успели съесть которая вам не полезна вот вот просто он на небе так переживает чтобы правильно питались язычество пожалуйста кушай я не возражаю это не имеет просто никакого отношения к тому что почему я не закончил фразу может я закончил а потом будут вопросы отлично это не имеет никакого отношения к приближению к Богу потому что пища не приближает и не отдаляет от Бога теперь вопрос спасибо иногда можно дослушать я вам скажу что с точки зрения на полном серьезе я понял я понял я знаю что если ты родился по маме евреем то ты можешь быть гомосексуалистом и евреем можешь быть лесбиянкой и еврейкой алкоголиком наркоманом педофилом и евреем а когда я читаю вот эту книжку вот эту книжку то если еврей отмирал Бога он не еврей еврейство определяется по некоторым другим категориям чем питание а вообще ну как бы мнение распространено хорошее но не соответствует писанию окей я нарисую как вы понимаете зеркальную картинку и это картинка нового завета в которой есть две ступени первая ступень нравственная чистота здесь и истинная истинная чистота и истинная чистота и не достигнув истинной чистоты вы не можете достигать нравственной чистоты вы не можете достигать истинной чистоты понятно здесь существует тоже две ступени только этот путь но этот путь нового завета назван путем новым и он ведет извините меня в то же самое место в общение и если вы идете на этом пути делаете все но не прийти сюда и не достигли цели точно так же когда они не достигли цели конечная цель прийти в общение с родцом а не соблюдать мы достаточно долго потратили времени на погружение которое называется Мико очень я тоже думаю что мы задержались поэтому попробуем потратить значительно меньше времени на погружение которое называется Твела ну тем более что это погружение оно собственно говоря не является скажем так библейским оно является традиционным эта традиция она была принята в Талмудом то есть оно существует достаточно давно и в трактате Евамут 47 и после завершения Талмуда было принято нормативным текстом естественно для всех и этот обряд не описан в Танахе и традиция точно мы можем сказать что уходит ко временам существования второго храма это не поздняя традиция которая была выдумана раввинами она в общем-то существовала еще во времена второго храма и текст будет приблизительно следующий учили мудрецы и если кто-нибудь приходит и хочет совершить гиур в наше время ему говорят что ты такое увидел что пришел совершать гиур разве ты не знаешь что евреи в наше время скорбые притесняемые несчастные загнанные и удел их беды если он говорит я знаю и все равно готов совершить гиур то его принимает немедленно сообщая ему некоторые легкие и некоторые суровые заповеди и также сообщает ему наказание за несоблюдение заповедей сообщает ему и награду и не входит в подробности и не умножает речей если он принял это его немедленно обрезывают когда он излечится после обрезания его немедленно погружает в микве два ученых человека стоя рядом с ним и сообщает ему некоторые легкие заповеди и некоторые суровые цель погружения в микве не физическое очищение благодаря такому погружению гер изменяется пройдя божественный процесс очищения когда он погрузился в воду и вышел из нее он сразу становится евреем во всех отношениях это отрывок из Талмуда что меня лично интересует в этом плане человек принимает некоторую ответственность и делает некоторое исповедание после чего его немедленно что делает обрезан мы знаем что если человек ну с точки зрения обряда иудейского обрезан то он имеет на себе печать завета это понятно да другими словами он находится уже в чем ни в коем случае ни в коем случае это не имеет отношения к завету Авраама а какому завету это имеет отношение к Синаскому спасибо почему это не имеет отношения к завету Авраама ну кто-то из класса может ответить спасибо завет Авраама был закрытым заветом завет Авраама был закрытым заветом в него внешне не могли зайти в Библии в Библии прочитать окей 17 глава восьмой день от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякие младенец с мужского пола рожденный в доме купленный за серебро у какого-нибудь иноплюменника который не от семени твоего написано всякий желающий да всякий желающий да так всякий желающий может подойти под это определение может ли он подойти под это определение может ли он подойти под это определение я ответил на ваш вопрос где это написано там написано что только потомки Авраама и рабы купленные за серебро и их дети могут быть обрезаны но извините рабы купленные за серебро это те пацаны которые пришли и говорят так это вот мы мы хотим нет другими словами там не написано что желающие могут выйти в этот завет вот и все там так написано нигде не написано что кто захочет тот пришел что же же имеем что мы не можем претендовать на этот завет вот и все разве я не объясню мы только что читали про сина или про завет Авраама 17 глава бытия вы не услышали разве наше общение дает вам право тоже разговаривать пожалуйста вам нужно послушать курс заветов вы сейчас слушаете тему водных погружений я правильно понимаю скажите мне пожалуйста последние занятия заканчивается же все неужели хочется все испортить все попросили окей я могу продолжить спасибо вы должны ценить любой вопрос потому что спасибо человеку который спрашивает и ему не тяжело спросить некоторые не понимают и не спрашивают я вам давал возможность ответить на этот вопрос давал я же просил чтобы кто-то из аудитории ответил судя по тому что студенты не могли ответить то они тоже не могут достаточно быстро ответить значит им неплохо было бы услышать об этом второй раз вопросы ответы спасибо итак мы сейчас разбираем тему водных погружений это касается сейчас той темы да мы можем продолжать и вы видите что очевидно водное погружение обозначать может быть разные вещи в одном случае это будет ритуальное омовение в другом случае это будет завершение обряда гиура в третьем случае это будет иоанновое погружение в четвертом случае ну понятно отдельно стоящее погружение еще мы не рассматриваем в пятом случае это будет погружение нового завета бритхадаш все это будут водное погружение ну мы говорим водное погружение если вы будете стоять достаточно далеко и не будете слушать исповедания людей вы сможете определить какое погружение сейчас вы видите сможете окей если вы стоите достаточно далеко и человека погружает в воду вы не слышите исповедания вы можете сказать какое именно погружение сейчас проходит спасибо большое дрогими словами обрядовая часть одна и та же но результат будет абсолютно различный я правильно понял отлично а почему вы решили что обрядовая часть обрядовая часть бритмилы одна и та же но результаты оказывается могут быть абсолютно различные в одной части бритмила это будет завет авраама в другой части это будет мало будет заветом сена я объясню я объясню рэбе шауль рэбе шауль возражал против обрезания еврейских мальчиков ну быстренько да нет не помню окей 21 глава книги деяния не возражал не возражал против еврейских мальчиков не возражал но теперь давайте зададим еще вопрос рэбе шауль возражал против обрезания верующих из язычников да возражал точно почему потому что еврейские мальчики отождествлялись с заветом авраама который действует до сегодняшнего дня а верующие из язычника не могли отождествляться с заветом авраама следовательно они могли отождествляться с каким заветом через обрезание с синайским заветом или заветом маше спасибо а завет маше прекратил свое существование значит они посвящались завет который не существующий и становились под клятву завета которую они не могут исполнить следовательно рэбе шауль понимает и возражал против этого а против такого же обряда только по отношению к мальчикам еврейским он не возражал понятно все можем продолжать итак твила твила было очень интересно итак мы видим знак завета другими словами человек уже находится в завете через обряд бритмилы через его исповедание веру он находится в завете и имеет печать завета в виде бритмилы это понятно? ничего сложного зачем погружение? зачем погружение? и евреи говорят о том что нужно публичное исповедание веры публичное исповедание ранее принятого решения понятно да? это подтверждение публичное заявление о том что произошло как вы догадываетесь не много людей могут присутствовать при этой процедуре но это публичное заявление публичная демонстрация ранее принятого решения понятно смысл твилы когда мы будем говорить о твиле нового завета мы легко сможем произвести ту же самую параллель человек вступает в завет с творцом когда? в момент покаяния зачем он принимает вводное погружение? публичное заявление ранее принятого решения если угодно подписание договора но договор был заключен ранее в момент покаяния понятно да? понятно почему в общем то неплохо разбираться иногда в иудейской традиции тогда мы можем найти ответы зачем же нам нужно твила нового завета что происходит? публичные заявления о ранее принятом решении потому что на сегодняшний день в общем то это происходит публично много свидетелей когда происходит покаяние не всегда есть такое количество свидетелей но когда происходит твила достаточно много людей и это подтверждение execute ранее принятого решения рассуждение ранее принятого решения Понятно, да? Что непонятно? Никого не было? Филипп нестил. Подтверждал ли он свое покаяние? В чем проблема? Послушайте, есть исключения из правил, которые подтверждают правила. Учтите, твила Нового Завета не влияет на ваше спасение только в том случае, если вы не осознанно ее отвергаете. Твила не влияет на ваше спасение только в том случае, если вы не отвергаете ее осознанно. И если вы твилу Нового Завета осознанно отвергаете, это может повлиять на ваше спасение и не в лучшую сторону. Почему? Потому что вы не исполняете прямое повеление Христа. Это понятно? Христос сказал, кто будет веровать и креститься. Тогда проблема. Если вы сознательно не креститесь. Окей, вы подтвердили? Ранее принятое решение. Это ответ Богу доброй совести. Осознанное действие. Поздравляю. Понятно, да? Здесь все понятно? Итак, понятно с твилой Синаи. Отлично. Итак, погрожение Еханана. Луки 1 с 15 по 17 стих. Луки 1 глава с 15 по 18 стих. Ибо он будет велик перед Господом, и не будет пить вина и сикера, и Духа Святого, исполняющего от чрева матери своей. И многих из сынов Израилев обратит к Богу их, и придет пред Ним в духе и силе и лич, чтобы возвратить сердца отцов детям, непокорливым образ мысли праведников, дабы представить Господу Богу народ приготовленным. Понятно, да? Ну, понятно? Там, извините меня, цель водного погружения была какая? Представить народ Богу приготовленным. Все это происходило в исполнении пророчества, ну, к примеру, Малахии. Вот я пришлю к вам Илью, пророка, перед наступлением дня Господа великого и устрашнего. Он обратит сердцов отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. Это пророчество можно рассматриваться как пророчество, которое ему еще предстоит исполниться, но может рассматриваться как пророчество, которое уже исполнилось. Обращение сердец. Приготовление народа. Также пророчество глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь к Господу. Дальше. Луки 1 глава 76-77. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо придешь перед лицом Господа приготовить путь ему. Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов. Важная часть – спасение в прощении грехов. Очевидно, что данная мысль «спасение в прощении» имеет несколько другое понимание, чем спасение в нашем понимании. Понятно, что вы спасение понимаете точно не так. Да. Вот именно я это сказал. Что они понимали спасение в прощении грехов. В общем-то, это правильный смысл. Но он не достигся путем Иоанна погружения. Не было искупительной жертвы. Но. Внимательно пришли. Дать. Что сделать? Уразуметь. То есть, им нужно было понять, что это такое. Ну и дальше мы вспоминаем пророчество Исаия. Иоанн повторил это пророчество, что он это. Итак, Матфея 3 глава, 7-8 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал по рождению Ехиднина, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния». То есть, это не было просто ритуальным действием, которое необходимо было пройти. Нужно было выразить определенную веру. Понятно, да? Понятно, что Еханан крестил в покаянии для прощения. Чего? И понятно, что Еханан понимал свидетельство самого Ишуа. Они были знакомы? Именно поэтому, говорит, я не знал его. В Гиблии не описывает, что он говорит, что я не знал его. Извините. Так вы же сказали, что знакомы. Мы не сказали, что он был очень. Послушайте, мои хорошие. Матвея 3 глава, 14 стих. Иоанн удерживал его и говорил, мне надо бы накреститься от тебя, или ты приходишь ко мне. 3, 14. Так, знакомы они были или нет? Родственники. А как же он говорит, я не знал? Брыхал. Он знал, что кто придет по свидетельству, которое он получит. Он знал свидетельство. Мои хорошие, я вам скажу тайну. И тайны сия велика. Помните, да? Что если вам обещают сказать тайну, это брыхня. Я пошутил. Я скажу вам тайну, которая написана в Писании, и она достаточно проста и открыта. Это не сокровенное тайное знание. Если вы верующие, то вы можете ничего не говорить. Люди будут знать об этом. Откуда? По делам ваших. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете? Люди были в курсе жизни Ишо? Она была публичная. А неудивительно, нет? Ну, еще в 12 лет, мы знаем, некоторые удивлялись. Удивительно, конечно. И когда Еханан говорит, я не знал его, он имеет в виду, что он не знал его как Мессию. Он не знал, что это Мессия. Но судя по тому, что он говорит, это тебе стоило бы покрестить меня, он знал свидетельство его жизни. Сам Еханан был не очень простым парнем. И люди знали его свидетельство. И именно поэтому, что они знали его свидетельство, они приходили и крестились от него. Потому что, если бы он не имел такого свидетельства, вышел просто парень из-за угла и сказал, так, кто тут первый крестится? Я буду вас крестить. Они спросили, мужик, а ты кто такой? Ты уже кто? Ну, послушайте, этот человек, он имел определенные свидетельства и имел определенную власть даже заявлять некоторые неприятные вещи, когда он не считал нужным преподать кому-то погружение. Если вы ходите перед Богом, живете чистой, праведной жизнью, поверьте, люди будут об этом знать. Понятно, о чем идет речь? И когда Христос был на этой земле, люди знали его свидетельство. Но они не знали, что он Мессия. И для того, чтобы засвидетельствовать, что он Мессия, был послан Иоанн, говорит, послушай, тебе не надо этого. Ты не нуждаешься в погружении в покаяние для прощения грехов. Говорит, послушай, так надо сделать. Ну, во-первых, если бы они не сделали, то не было бы свидетельства. Ну, во-вторых, конечно, Иоанн был прав. Ишоа не нуждался в этом. Но Ишоа, говорит, так нужно сделать, потому что он оставляет удивительный образец новозаветнего погружения. А именно, погружаемый это делает, не имея греха. Новозаветний верующий погружается, не имея греха. Потому что грехи ему прощены. И это коренное отличие от погружения Яханана, когда погружаемый приходит с осознанием грехов для прощения их. А новозаветний верующий приходит к погружению без осознания греха, потому что грехи ему прощены ради имени его в момент покаяния. Понятное отличие? Ишоа оставляет образец погружения. И его погружение, безусловно, стоит отдельно в ряду всех погружений. Это понятно? Ну и мы говорили, по-моему, что, несмотря на то, что говорит Яханан в первой главе послания Яханана в 33 стихе, Евангелие от Иоанна, первая глава, 33 стих, «Я не знал его, но, пославши меня крестить в воде, сказал мне, на ком увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духом Святым». Ну и в 32 он говорит, «Я свидетельствовал, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубого, пребывающего на нем». Понятно, да? Понятно, нет? Ну и я вам говорил, что даже такое великое откровение, которое он имел, не позволяет, что такое? Первая глава, Евангелие от Иоанна, 32-33 стих. Даже такое великое откровение не позволяет человеку прожить этим откровением всю жизнь. Потому что Яганан потом говорил, чего? Ну, я бы сказал, усомнился. Такое более точное слово будет, что его терзали сомнения. Тыд ли тот или нам ждать другого? И дальше нас будет интересовать 19-я глава Деяния с 1-го по 5-й стих. 19-я глава с 1-го по 5-й стих. Во время пребывания Аполлуса в Каринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веру? Они сказали ему, мы даже и не слышали, что есть Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса, услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. В этом стихе идет упоминание сразу о двух погружениях. Понятно, да? О погружении Нового Завета и о погружении Иоанна. И очевидно, что в данном случае апостол Павел считал недостаточным для верующих Нового Завета торта Иоаннова погружения, потому что люди были погружены в Иоанново погружение, и он сказал, не-не-не, вам надо креститься во имя Иисуса. Скажите мне, пожалуйста, если мы говорим о том, что внешне все эти обряды одни и те же, то есть ритуальная часть у них одна и та же, что же отличает эти погружения друг от друга. Цель, исповедание, еще что? Результат. А результат путем чего достигается? Ключевое слово должно прозвучать. Спасибо большое, спасибо большое, аплодисменты. Вера. Верой погружаемого мы имеем абсолютно различный результат. Вера. Понятно, да? Кто во что верит, тот тот результат и получает. Кто верил в ритуальное очищение, добро пожаловать, получал ритуальное очищение. Кто верил в Иоанново погружение, получал результат прощения грехов. Кто верит в погружение Нового Завета, получает результат погружения Нового Завета. Понятно, да? Это важные части. Здесь нам необходима вера погружаемая. И поэтому, когда вас погружали в воду, по идее вас должны спрашивать, веришь ли ты? Ну, понятно, да? Теперь понятно, для чего они это спрашивали? Они хотели знать о наличии у вас веры. И если бы вы сказали, не верю, я верю вот в другое, то, судя по всему, может, вам бы преподали другое погружение, но в другом месте. Понятно, да? От веры погружаемого мы получаем что? Результат. 1 Петра 3 глава 21 стих. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Здесь важно, что Петр упоминает внешне очень похожее ритуальное омовение. Говорит, что это не одно и то же. Как мы говорили, смотри, Кутузов не перепутай. Итак, если мы приняли решение следовать за нашим спасителем, исповедовали наше решение, и следуя его повелению, мы должны пройти обряд водного погружения. В данном обряде выражается наша вера в то, что ветхий наш человек умер, и мы его что? Хороним. Оказывается, это обряд похорон. Похорон. Если вас спросят, то это похороны. Ну, извините меня. Логика очень простая. Вы когда покаялись, что? Ветхий ваш человек что сделал? Умер? Умер, шмур, ну, лишь бы был здоровый. Ветхий человек что сделал? Не воскресал, он умирал. Ветхий человек в момент покаяния он умер. Да, натура, природа, еще какие-нибудь слова подберите. Ветхая, все, оно что сделал? Умер. Отлично. Обычно, ну, обычно, я не знаю, как у вас в Одессе, после смерти что-то следующее следует. А? Не, обычно после смерти следует не воскресение, а похороны. А после похоронок закапывает в могилу обычно. Ну, давайте будем менее духовными, более приземленными. Воскресение будет немножко позже. Я сказал, обычно, я не знаю, может, у вас в Одессе все воскресают сразу, я не знаю. В Киеве не все сразу воскресают, обычно умирают, а их потом хоронят. Ну, так, ну, вот, обычный порядок вещей, он как-то вот такой. Сначала человек умер, а потом через достаточно непродолжительное время, что с ним сделали? Ну, похоронили. Ну, вот так как-то. Так что водное погружение, то что у нас? Похороны. Образ похорону. И заодно, когда вы, ну, когда вы туда, вы похоронили, а когда вы оттуда, то вы со воскресли. Со Христом. То есть, ну, сразу два образа. Ну, не забывайте про образ похорон. Публичного заявления веры, исповедания своего, похороны ветхого человека и образ того, что вы со воскресли, со Христом. Понятно, да? Требования к тем людям, которые решили пройти твилу Нового Завета. Первое. Уверовать. Первое. Уверовать. Ну, Марка 16 глава, 15-16 стих. И так сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Все твари. Кто будет веровать и совершать твилу, тот спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Что на первом месте стоит? Марка 16 глава, 15-16 стих. Идите. И кто будет что делать? Веровать. Отлично. Деяние. 8 глава. 36-37 стих. И Евнух, увидев воду, спросил Филиппа. Вот вода, что препятствует мне совершить твилу или погружение, или крещение? Филипп сказал, если веруешь от всего сердца, то можно. Опять, что тут надо было? Вера. Второе условие. Покаяние. Деяние 2 глава, 37-38. Вторая глава Деяния, 37-38. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Они сказали им, покайтесь и досовершите твилу каждый из вас во имя Ишо, Мессии, для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Итак, вера и покаяние. Необходимые условия. Кто-то мне может объяснить, что значит, услышав это, они умилились с сердцем. Что это было? Что там с ними было? Услышав это, ну, это 2 глава, проповедь, опять праздник, который был недавно. Это было вот где-то вот в эти дни, недалеко. Так вот, они что сделали? Умилились. Вот я и хочу понять, что это такое. Шок. Все понимают слово умилились как шок? Нет. Пока я. Не забывались. Да ну. Умиление это такое, ну растаяет. Умиление. Все празднули. Значит, вы толковый словарь просто не открывали. Ну, нужно понимать представление о словах, которые даются, в общем-то, в толковых словарях. Иногда лучше посмотреть, что же говорит толкового слова. И поэтому я и спрашиваю о вашем представлении русского слова умилились. Умиление это не страх, это не ужас, это не что-то такое, знаете, это не умилились. это не это состояние. Русское слово умилились, это им стало приятно. Понятно, да? Скажите, пожалуйста, как вы себе представляете проповедь Ешо в синагоге? Представляете себе проповедь Ешо в синагоге? Он встал, подошел, взял книгу пророка Исаии и начал читать. И после того, как он это прочел, он сказал, ныне исполнилось это Писание. И все в синагоге удивились, умилились слова благодати, исходящие из уст. То есть, они все пришли в страх. Я правильно понял? И их всех обуял ужас. Я правильно понял? Да? Нет, конечно. А эти умилились, это у них страх всех пришел. Я понял. И как вы себе это представляете покаяние, когда им что-то говорят, а они просто умилились сердцем? Им стало так хорошо, что они решили спросить, ну, а что дальше делать? Ну, все понятно. Как вы представляете эту картину? Лучше вам представлять это, ну, по-настоящему. Они были поражены в самое сердце. Синодальный перевод на самом деле сделал с нами злую шутку в данном месте Писания. смысл того, что было сказано, был невероятным для этих людей. И весть, которую они сказали, она была ужасна по своему содержанию. Евреи ждали Мессию, который должен быть Искупителем. Понятно, да? И вот они ожидают этого. Ну, и выходит Петр и говорит, вы, собственно говоря, ждали этого, да? Ждали, да? Отлично. Вы дождались. Он пришел, а вы его взяли и убили. все? Как вы себя чувствуете? Естественный вопрос. Это ужас. Мы столько его ждали. Он пришел, и что мы сделали? Своими руками. Все. И теперь вопрос, а что же делать? Это вот тогда понятно, чего они спрашивали. Тогда понятно, что с ними происходило. Они понимают, что то, чего они ждали, все, оно уже не повторится, он второй раз не придет. Тогда что же быть с нами? Как быть с нами? Как быть с искуплением? Что будет происходить? И не спрашивают, что нам делать? Это нормально. Им говорят, кстати, говорят, для начала неплохо что ждать? Покаяться. И это необходимое условие для принятия твилы. Следующее условие ученичество. Ученичество, необходимое условие. Матвея 28 глава 19 20 стих. Матвея 28 19 20 Итак, идите научите все народы погружая их в воду во имя Отца и Сына и Духа Святого. Уча их соблюдать то, что я повелел вам, и сие я с вами во все дни для скончания века. Аминь. Итак, сначала погребение, затем воскресение. Ну, это можно почитать в Римлянах 6 главе 3 и 4 стих. Итак, мы погребли с ним, погружаясь в смерть, дабы как Мессия воскрес из мертвых слава Отца, так и нам ходить в обновленную жизнь. Колоссянам 2 глава 12 стих. Быв погреблены с ним, ну, то, что я обещал, надо, что сделать, похоронить. В нем вы и со воскресли веру в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Итак, мы погружаемся в самого Мессия, а не в динаминации, общину и не в пастыре. Да. Некоторые учат о некоторых других погружениях. К примеру, водное погружение в Моисея. Ну, слышали вы погружение в Моисея? Ну, так, водное погружение в Моисея прошли египтяне. Тоже были похороны. Тут же сразу раз и все. Вот это было погружение Моисея. Ну, там было погружение в облаке, поэтому мы рассматривали водное погружение. Понятно. водного погружения для евреев Моисея у них. Его проходили египтяне. А евреи прошли так. Без погружения, собственно говоря. Как-то так. Ему это удалось. Понятно с погружениями? Да. Все, больше их нету. Что случилось? Потерпите пять минут. Холодно? Пять минут потерпите. Будет вам хорошо. Будет вам потом счастье. Итак, все понятно? Вопросы, предложения, пожелания есть? Были поражены в самое сердце. Давайте, вопросы есть ко мне? Хорошо. Есть вопросы по теме? Есть, конечно. Конечно. к примеру, погружение в Дух Святой. Нет, водных больше нет. Значит, эта тема называется, извините меня, погружение в Дух Святой. Это отдельная тема. Это одна из тем, одна можно сказать, единственная, пожалуй, тема, которая раскрыта только в Новом Завете. Все остальные основания веры, они раскрываются как в Танахе, так и в Новом Завете. Эта тема, ее, пожалуй, трудно будет раскрыть через Танах, потому что погружение в Дух Святой это тема только Нового Завета. И она была не открыта верующим евреям того Завета. Эта тема погружения в Дух Святой, она была открыта Иоанну Креститину. Ему сказали, что тот, на ком видишь глуби, тот и есть крестьянщий Духом Святым. До этого такого понимания у евреев не было. Только Ешуа есть крестящий Духом Святым. Поэтому в том Завете такого погружения нету и в общем-то соответственно эту тему надо раскрывать через призму Нового Завета.